Привет! Сейчас вы увидите 15 очень необычных и захватывающих товаров, которые вас удивят и понравятся вам. А также я покажу вам очень прикольный фокус. Уверен, что вы его раньше не видели и не знаете, как его сделать. Но в конце ролика я раскрою тайну. Приятного просмотра! А вот и сам фокус. Показываем зрителю стакан, небольшую тарелочку и две монеты. Одну монету мы кладем в тарелку и накрываем ее стаканом. Второй монеткой мы ударяем по дну стакана и она каким-то образом проходит сквозь дно. Здесь определенно есть подвох, а какой мы узнаем в конце выпуска. Все мы знаем, что свет светового луча в воздухе не видим. Если мы и видим светового источника или освещаемого им объекта, то только по танцующим в воздухе светящимся пылинкам или частицам тумана мы можем обнаружить наличие проходящего луча света. Совсем иное дело в случае стекла. След луча лазера, проходящего через совершенно прозрачную стеклянную призму, видно отлично. Причем видна не только траектория луча, но и ее отражение в гранях призмы. Эффект получается красивый. И кстати, эта призма продается на Алиэкспресс. Стоит недорого. Это достаточно полезный инструмент. Задача у него одна. Это измерение остаточной глубины протектора автомобильной шины. Естественно, для точности нужно, чтобы проектор был чистым. Работает прибор как надо. А с Китая доехал за три недели. Батареек в комплекте нет. Кроме глубины шины, этим прибором можно измерить и глубину других объектов. Например, глубину просверленного несквозного отверстия. Вещь, конечно, не первой необходимости в инструментах автомобилиста, но пусть будет. Точно пригодится со временем. Это рука железного человека. Она почти как настоящая. Стреляет, светится и издает звуки. Впрочем, как и в фильме. Активация боевого режима происходит при помощи определенных движений рукой. Ракета, конечно же, не настоящая. Максимум, на что она способна, так это пролететь на расстоянии в 20 метров. Если говорить про минусы, то он один, но все же важный. Ее очень тяжело надеть самостоятельно, поэтому нужна помощь, так как одному никак не справиться. Мой знакомый любит поиграть с ребенком с радиоуправляемыми игрушками. В прошлом году они прикупили себе очень интересную машину. Эта машинка может и ездить, и плавать, а еще стрелять водой с пушки. Все действия доступны с пульта управления. В комплекте с машиной идет аккумулятор и зарядные устройства. Каждый раз, чтобы его подзарядить, приходится возиться с шурупами. Но это необходимо для того, чтобы аккумулятор не намок во время игр в воде. Зарядки хватает минут на 20 непрерывной игры. На подзарядку уходит 3 часа. Это бюджетные беспроводные наушники. Они прям огонь. Проверял их во всех режимах. Все работает отлично. Подкупило оснащение. Флешка и радио. В отзывах видел комментарии, что звук при разговоре по телефону плохой. Но у меня все нормально. Слышат и меня, и я. Громкость увойная от баса на максимуме. Динамика начинает вибрировать, как сабвуфер. И при этом не хрипят, что меня удивило и обрадовало. Уши брал для работы. Но учитывая, что аккумулятор большой, свободно можно брать в длительную поездку. Хорошо, что они работают как со шнуром, так и по блютуз. Это у нас миниатюрная камера в виде игральных костей. За такую камеру можно попасть на штраф, а то и вовсе сесть за решетку, поскольку она скрыта под предмет. Но наши русские друзья, видимо, совсем бесстрашные, они все равно заказывают ее. А вот самой камере не помешал бы чувствительный микрофон для записи звука, а то микрофон немного глуховат. И карту памяти надо брать не меньше, чем на 32 гигабайта, так как 2 минуты ролика весят 300 мегабайт. Рисковать заказывать не советую, а если все же надумаете, сушите сухари. На всякий случай. Это реечный домкрат. Механизм довольно прост. Рейка, опора, платформа, рычаг, переключатель режимов, ползунок и два пальца. При нажатии на рычаг ползунок перемещается вверх-вниз по рейке, поочередно помещая то на один, то на другой палец в отверстие. По сей день меня ни разу не подводил. Работает как часы. Переменяется во всех случаях, хоть колеса поменять. Хоть машину из грязи вытащить. Цену не помню. Чем длиннее рейка, тем дороже. Это очень нужный аксессуар предназначен, чтобы наш любимый телефон, который мы всегда не выпускаем из рук, еще больше и лучше смог держаться в наших ослабевших ручках. Наклеили на телефон, вставили пальчик и никуда он, родимые, не денется. Скажу честно, местами это добавляет удобства, но со временем привыкаешь. Например, фотографировать одной рукой стало удобнее, так как телефон более крепко держится в руке. Липучка, кстати, держит хорошо, не отваливается. А это четырехцилиндровый двигатель стерлинга, а точнее его уменьшенная копия. Такой себе спиннер 19 века. Ну а что, ты только посмотри на весь этот процесс, тут же можно залипнуть на пару часов так точно, согласен? Но несмотря на то, что это технологии прошлых годов, выглядит она более чем современно. Чтобы завести эту шайтан-машину, нужно залить немного топлива, подпалить все четыре фитиля и запустить систему, крутанув колесико. Это фиксатор для голубя. Да-да, ты не ослышался. Зачем он нужен? Для того, чтобы без проблем делать голубям вакцинации или для детального осмотра всех частей тела. Ха, частей, как будто он механический. Берешь птицу, запихиваешь ее в фиксатор, закрываешь защелку и все, можешь делать с ней все, что захочешь. Голубь сидит смирно, оно и понятно, ему ни за что отсюда не выбраться. Это ультразвуковой очиститель. Если сказать коротко, ну так себе. То серебро, которое было слегка загрязнено, очистит на 100%. Сильно загрязненное не особо. Посветлее стало, но до идеала, наверное, нужно раз пять почистить, если не больше. При заказе имейте ввиду, что для удаления сильных загрязнений прибор не очень подходит. Коробка, как всегда, пришломятая. Сама ванна без видимых повреждений. Звук при работе есть, конечно, но пристойно тихий. ОТГ-переходник. Самая полезная штука в наше время. С его помощью можно соединить устройство с microUSB с чем угодно. Можно подключить вентилятор из FixPrice к телефону. Подключить к своему девайсу флешку и даже мышь, джойстик и клавиатуру. Стоит эта штука копейки меньше 100 рублей. Держится нормально. Ну, в целом все отлично. А вот посылка идет долговато. Полтора месяца. Ой, да и продавец какой-то тормоз. Отправил посылку спустя неделю. Пожалуй, я оставлю ссылку на другого, более шустрого продавца. Это платформа для записи VR-видео. Конструкция состоит из 17 камер от Xiaomi, а также обладает собственным дисплеем и аккумулятором. Эта камера умеет снимать стереоскопическое видео с разрешением 8К со скоростью 60 кадров в секунду. Наверное, ты сейчас спрашиваешь, а зачем там 17 камер? Это для того, чтобы каждый пользователь мог просматривать изображение под разным углом и направлением. А вот чтобы купить такую камеру, нужно будет продать две почки. Ой, и то думаю не хватит. Это очень популярный 3D принтер. Собирается примерно за час. А напечатал свою первую модельку танка еще через пару часов. Потом напечатал другие интересные модельки. Знаю, что можно печатать и большие объекты, но меня и мелочь устраивает. Всему свое время. Пока что я очень доволен результатами. Принтер чрезвычайно прост в использовании. И в отличии от других некоторых наборов, сборка которых занимает по 8-9 часов, этот собирается за час и очень даже хорошо печатает. Итак, возвращаемся к нашему фокусу. Готов поспорить, ты уже забыл о нем. На самом деле, в начале фокуса мы кладем на тарелку не одну монетку, а две. И когда мы ударяем по дну стакана третьей монетой, те, что в стакане, подпрыгивают. И разумеется, третью монету нужно незаметно спрятать. Вот и все, вся магия. Ну как вам эти устройства с Алиэкспресс? Вы удивлены? Меня лично поразили несколько товаров. Например, это платформа для записи VR-видео. А вам что понравилось? Напишите в комментариях. Спасибо всем, кто поставил лайк и подписан на канал. Это важно для меня. Скоро я покажу вам еще кучу разных интересных подборок и тестов. Так что жмакайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну и пока-пока, до скорого!